Вырос я во Пскове, вот, рос буквально, даже после уже покаяния, скажем так, я узнал, что, оказывается, через двор от меня происходили все евангелизационные действия. Это Николай Залуцкий, весь Псков еще в 90-е годы, это церковь Эммануил сейчас нынешняя. И евангелизация происходила не только такие массовые в Зеленом театре, но и раздавали листовки. Но я всего это вообще обошел, то есть такое ощущение, как будто я ходил там, где этого не было. Растила нас с братом мама одна, и слава Богу за нее, потому что она не бросила нас в трудные 90-е годы, она все же выросла, вырастила нас, довела до этого момента. Вот. В 90-е, конечно, было сложно, но мы шли, скажем так. И, в принципе, все детство такое происходило, не знаю, до 17-ти, может быть, до 16-ти. Не было такого момента, когда я как-то вообще довольствовался жизнью, все время где-то там как-то забивали меня, все время кто-то, ну, я не говорю про то, что там избивали что-то еще, а все время каким-то изгоем мы были, вот, нас там бомжами считали, с братом все время там одевались кое-как-то. Ну, малоимущая семья, там, мама на сколько там, 5 тысяч зарплаты учителя у нее было в 90-е годы, вот, из них там около там полторы-две тысячи она давала только коммунальные всякие все, и остальное мы мясо вообще не видели. У нас был праздник, когда мама получала зарплату, мы покупали, мама покупала какое-то подобие пельменей, вот, они невкусные были, но мы улыбались, кушали, думали, что это мясо, вот. Но для нас был праздник, когда был праздник у всех, ну, у кого-то там Новый год, там, у нее этот в школах, в школе или в садике она у нее подрабатывала, где там день рождения устраивали, вот, она всегда договаривалась, чтобы мы где-то за углом там подождали, и мы потом шли, доедали со столов все, что можно было. Потом, когда в 2007 году я уже приехал, мама привезла нас сюда, в Питер, вот. Какими усилиями это стоило, я даже не представляю, вот. Долго зарабатывала, насколько я помню, на все это, чтобы как-то перевезти сюда, вот. Вот, и здесь уже начался такой путь, скажем, когда я начал сам ходить, что-то делать, меня начали, устроился на работу, начали повышать, начали верить в меня, вот. И я начал, скажем, работать как-то вот, начал, ну, здесь как раз начал тянуться к Богу, вот. Даже где-то я тут недавно нашел свою первую распечатанную Библию, я очень хотел читать Библию, но сама Библия что-то стоила дорого, и я нашел в интернете, скачал и просто на работе распечатал, вот. Там такой Талмуд получился на двух листах А4 в семнадцатом году. Это было лето такое, оно, скажем, я тогда еще сильно не понимал, но я тогда считал это лето очень таким, месяц, в принципе, черным для меня прям, потому что свалилось все в конце июня, я потерял бизнес, работу, семья развалилась, мы начали разводиться с женой бывшей. И, в принципе, мне, я такой позитивный человек, я вполне нормально верю в будущее, что будет все хорошо, вот, но как-то я понимал, что что-то куда-то вдавится, и все, куда-то прям вот в яму просто задавили, и все. Я остался на улице тогда, меня жена выгнала на улицу, я одну ночь спал в подъезде, переворачивал, ставил будильник на каждые полчаса, чтобы перевернуться, чтобы не отморозить себе почки, вот, понимал, что холодно, вот. На следующий день я понял, что у меня в кармане около тысячи рублей было, я понял, что мне нужно найти где-то, где спать, вот, я походил здесь по Питеру, в эти хостелы, по 250 рублей в сутки, которые там, что-то как-то я сказал, что, я говорю, лучше посплю на улице, потому что там ужасно, там условия такие, вот, и, но при этом у меня был запуск проекта, то есть это было последнее, как бы, касание бизнеса, которое еще пока плавало тогда, вот, то есть это было, по-моему, в субботу, в воскресенье у нас был предпроект, после понедельника проект запускался онлайн, и в воскресенье нужно было доделать какие-то моменты, вот, соответственно, я вот в воскресенье целый день провел, там пол, ну, там, где-то пару часов я поискал себе жилье на ночь, вот, а целый день уже дальше занимался запуском проекта, потому что люди ждали, людей, я не мог подвезти людей, вот, и вечером уже, я понял, что уже мне некуда идти, ну, и что-то надо делать, и друг, с которым мы поссорились, вот, мы долгое время были в ссоре из-за денег, вот, я не помню, как мы вообще с ним, то ли я ему позвонил, то ли он мне позвонил, но мы как-то заобщались, и его жена против меня была всегда, еще с тех времен, когда мы познакомились, вот, но именно в тот вечер она сама сказала, пригласила, сказала, ну, не вопрос, приходи, я приехал тогда к ним, одну ночь я переночевал у них, вот, но мне было неудобно, я с утра ушел, то есть я поблагодарил и ушел, мы хорошо поговорили с ним, я ему, скажем, выговорился, да, это было, слава Богу, и на следующий день у меня уже более-менее такая была свобода, и на душе я начал уже заниматься, как раз там, пока пошел запуск проекта, ребята, в принципе, начали работать, вот, все поднеслось, координаторы, все, и я уже немножко освободился, я занялся как раз поиском жилья, и вот здесь тоже такое странное стечение обстоятельств, вот, человек, с которым мы, мы с ним снимали вместе комнату в 2009 году, то есть, грубо говоря, 9 лет спустя, мы вообще не общались, 9 лет спустя мы случайно списались ВКонтакте, он мне написал, мы с ним созвонились, что-то как дела, что да как, вот, он там что-то по стройке, я немного по стройке, и мы с ним созвонились, и я говорю, слушай, а у тебя нету, ну, ты стройкой занимаешься, может, у тебя есть где-то общаги там, где-то, может быть, вагончик где-то пожить хотя бы, вот, ты ребят своих располагаешь, он говорит, слушай, у меня, говорит, нет, но у меня жену я отправил на 2 месяца к тещу, у меня, говорит, приезжай, вместе так же поживем, вот, я тогда прям возрадовался, сказал, скажем так, я прям ликовал, и приехал, приехал к нему, мы долго с ним общались, вот, я ему всю рассказал историю, вот, он сказал, слушай, ну, я понял, живи, пользуйся, я тогда задумал, да не задумал, решил, что создам компанию строительную, начал делать что-то, договора там, везде пиарить что-то, даже объект, с Юлы пришел объект, я даже не ожидал, вот, хороший, там, на 200 тысяч, вот, и вроде начал все, а, и начал познакомился с, в общем, вышел в ЛенспецМУ работать даже, начал подготавливать документы к регистрации компании в метро, электродепо Южное, финишная станция метро, засветился там, вот, и вроде бы все, начало все хорошо становиться, но 23 июля у меня умирает мама, и здесь просто, ну, рушится все, можно сказать, что все, что какие-то планы были, вот, и после этого, ну, если забежать вперед, после этого, просто жизнь, скажем так, одним днем, такая, я ушел в депрессию, вот, я с утра вставал, смотрел списки задач, что мне нужно сделать там, по стройке, по компании, по тренингам, я это быстренько делал, и потом все в таком унылом депресснике, что делать, как делать, нету цели жизни, завтра будет завтра, сегодня, вот, и, но был поворотный момент, в принципе, весь этот месяц, он такой, месяц страданий, месяц слез, месяц, ну, это сейчас я со смехом вспоминаю о нем, вот, но тогда это было жутко, когда я оставался один, я себя загонял тем, что, а что же, ну, а вдруг, если бы я сделал что-то по-другому, может быть, что-то изменилось, а что я сделал не так, я себя загонял, какой я плохой, как я сам довел, да, все это, просто весь месяц был такой, вот, и в день похорон мы, получается, вечером, я на Блаблакар поехал с Абскова в Питер, и меня везла, должна была полная машина набиться там, вот, но в последний момент все отменились, вот, это я сейчас смотрю, на это как божие благословения такое, меня везла семья Мельниковых, это Максим, Ира, они ехали тогда отдыхать на юга куда-то, вот, ну, они ехали в Питер, там, к родственникам, потом на юга, и я тогда впервые, причем, причем, я даже не рассказывал им, что у меня умерла мама, я просто сказал, что еду с похорон, мы потом вспоминали, что я где-то через полгода только сказал, что у меня, оказывается, мама умерла тогда, и мы особо даже не разговаривали про Библию, про Бога, мы, в принципе, особо не разговаривали, за все четыре часа поездки, но я какое-то время спал, какое-то время просто сзади сидел, смотрел в окно, и я понимаю, что вот эти четыре часа у меня было, мне было не одиноко, это были впервые, я бы даже сказал, не просто за прошлый месяц, а впервые за всю жизнь мне было не одиноко, и мне было, как сказать, мое сердце наполнялось любовью, вот просто вот настолько жизненно, настолько, как будто меня кто-то обнимал, я сидел на заднем сидении один, но как будто меня кто-то обнимал в тепле, в таком просто вот уюте, и как будто ничего не было, как будто все хорошо, все живы, все, слава Богу, вот. И так провел четыре часа, и следующие месяцы, по сути, я был хоть и в депрессинке, но я вспоминал этот момент, я вспоминал эти четыре часа, я очень ревновал о них, я очень хотел повторения. Мы общались с Максимом на время от времени, он мне списывались вконтакте, спрашивал, как дела, там, вел меня, что-то рассказывал, вот, приглашал к ним на молодежку, у них по пятницам во Пскове молодежка, вот, я все хотел приехать, но у меня не получалось никак, мне не вырваться было просто со стройки, мы в сентябре зашли все уже на Ленспец.МУ работать, очень много работы, и мне не вырваться никак, начало компании, стройка, это, ну, тогда еще прораба не было, как раз я только где-то вот в октябре взял, как раз Вову пригласил к себе на работу, на официальную, для него это была первая официальная работа, сколько ему, 30 с чем-то лет, вот, он был рад, его жена была рада, прям, наконец-то, официально, вот, и вот тогда, в ноябре, как раз-таки, я немножко освободился уже и выбрал время, вот, а так эти три месяца, август, сентябрь, октябрь у меня были такими в жестком, унылом состоянии, как будто тучи, есть некоторые воспоминания о том, что есть немножко, чуть-чуть, когда-то я ощутил эту любовь, хочу еще, вот, и все же я выбрал время, я, у меня машины не было тогда еще, я, там, на блаблокар все так же выбрал, а это у них 7 часов собирается, то есть мне к 6 где-то нужно было, чтобы без опозданий, вот, то есть это мне нужно в обед выезжать с Питера, вот, а там у нас в пятницу, как обычно, где-то после обеда совещания разные, директоров собирают, и надо, как бы, итоги недели, вот, а все хотят побыстрее уйти, поэтому всех, мне там сложно было отпроситься, но получилось, и я приехал на молодежку, по сути, ну, ничего такого, у меня со мной, да, там, поговорили, там, поспрашивали, я что-то рассказал, но так они, была молодежка, молодежка, они там стихи что-то читали, каждый наизусть что-то рассказывал, и что-то еще немножко пообщались, ну, это полтора часа, я снова ощутил эту любовь, такое ощущение, как будто, я, ну, я не знаю, что-то вот просто снова как-то вот объяло, тепло, классно, и все, и мне прям не хотелось уходить оттуда, и вот просто хотелось там остаться, и все, не уезжать, вот, мы тогда потом с Максимом поехали, как раз пообщались, ну, забрали вот жену его, Иру, поехали там в ресторане, посидели, пообщались, прям очень много, и это продолжалось, продолжалось, потом, получается, я уехал, и следующий день, в субботу, я не мог забыть это все, и мое сердце настолько, было наполнено тогда любовью, ну, тем вот этой жизненной силой, всем этим, мне хотелось отдать, мне хотелось поблагодарить ребят, я просто, просто поблагодарить, я не знал, что они сделали, вот, я тогда не понимал этого ничего, и, но я знаю, что мне хотелось поблагодарить, мне хотелось что-то рассказать, ну, чем-то вот, чтобы они, ну, я не знаю, вот, и я целый день думал, как я могу поблагодарить, вот, там разные были варианты, и конфет купить, ну, это банально, я не знаю, там, торты, ну, блин, это дорого, что же, что же, что же, и с самого утра была мысль о мандаринах, купить мандаринов, привезти мандаринов и раздать, вот, но я как-то думаю, какой-то бред, конец ноября, ну, какая там мандарина, это Рождество, до Рождества еще долго, вот, и был момент, как-то, а, я позвонил где-то после обеда Максиму, я говорю, Максим, слушай, а, меня пригласили вот на воскресное служение в 11 часов, воскресное служение, говорит, приходи, вот, я говорю, давайте, не вопрос, раз приехал, приду, и я позвонил Максиму, я говорю, слушай, а много у вас там на воскресном служении этот человек, такой, ну, не знаю, человек 200-250, я понимаю, что, как мне отблагодарить 250 человек, ну, что я могу сделать, ой, и, ну, все, и я целый день ездил тогда, ну, что-то купить, так это, ну, что, каждому по брелку, не знаю, ну, что-то, что-то непонятное, и потом, ближе к вечеру, все же я согласился с этой мыслью, что, окей, мандарины, я поехал в Ленту, там стоял такой палет с мандаринами привезенный, и там ящик на ящике, и у меня где-то еще фотка даже эта осталась, я где-то два с половиной часа перебирал каждый мандарин, потому что, ну, часть мандаринов была зеленая, часть мандаринов была как-то прогнившая, скажем, с плесенью, а часть была хорошая, и вот я там в пакетик все это складывал, все это, вот, я набрал тогда 30 килограмм мандаринов, вот, ко мне люди подходили, о, это можно брать? Я говорю, за 100 рублей можно, вот, ну, я говорю, нет, 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 ну, все, вот, ну, я прям каждый просто пересматривал, и все, я вот прям, все удивлялись тогда, что делает парень, а я сидел, я понимал, что я хочу этого, вот, мне просто тянет, и все, я позвонил и говорю, а как мне привезти или что сделать, вот, я в итоге с утра привез на такси, а у них после служения обед, то есть у них там супчик, чай, вот, и я принес сюда все в столовую, было служение, вот, и я мало что, ну, я не помню сейчас чего, я мало, ну, в принципе, ничего не помню, я помню конец, я помню, что стояли, стояли, молились, пели песни, вот, что это было, ну, красивые песни, касались сердца, интересно такие, смысл интересный. Приходите к Богу в молитве, просто можно склониться вечером дома, не обязательно приходить в церковь, вы можете склониться дома вечером на колени и сказать, Господь, прости меня, и просто отдать, рассказать Ему, рассказать Ему всю проблему, которая есть у вас, что вы не знаете, что делать, что вы ничего не знаете в этой жизни, что неизвестно, что может получиться, вы отчаялись, что вам некому доверить это все, просто все рассказать это в молитве. Молитва это не что-то такое написанное, молитва это разговор с Богом, и можете просто взять, рассказать это все, и я уверяю вас, Господь ответит, Бог ответит на все ваши молитвы и переживания. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова